На чистом экспромте записали... Короче, проще показать этот трек. О, записи 2009 года. Это даже осталось? Мужику вчера порвали рот, Теперь он без опа, без опа. Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на любимейшая анимация от Мармажа. Называется она Майя стрёмная рок-группа. Прекрасное название. Интересно, что называется рок-группа. О, окей. Ура! Ура! Да. Залпал Володю. Мы просто сидели и чилили. Смотрели пол-литровую мышь, там металлапокалипсис, но в конце концов нам просто стало скучно. Нам надо чем-то заняться. Точно. В чем-то таким, конечно, неинтересным, в чем-то творческим. Верно. Ну, нельзя же просто так убить лету вообще ни на что, правильно? Именно. Да. Угу. И мы просто дальше продолжали заниматься огромным ничем. Но это лето все-таки изменило одна вещь. Прекрасно. Кто-то притащил микрофон от караоке. О-о-о-о. Сейчас начнется. В один из таких дней мы решили поюзать данный микрофон. Кое-как подсоединили его к системнику и на чистом экспромте записали... Короче, проще показать этот трек. О, запись 39-го года. Это даже осталось? Мужику вчера порвали рот. Порвали рот. Теперь он без рта. Без рта. Потому что теперь его не любят дети. И ушла жена. Жена. И не жрет теперь нормально. Потому что нет рта. Что логично. Бедный мужик. Даже деваться. Такой мужик. Что за судьба? А-а-а. Это охрененно. Мы запишем альбом. Вот это поворот. Что? Ну ладно. Мы обсудили концепт и это должна была быть такая же дурацкая музыка для себя и друзей без какого-либо намека на культурную ценность. Володя сел за гитару и раздобыл где-то пыльный синтезатор. Потому что он единственный, кто учился в музыкальной школе и хоть что-то в этом шарил. И я вообще не умел петь, а поэтому, что логично, встал на место вокалиста. А Юра Хорош. Писался писать электронное музло. Первый раз в жизни открыв фрукелупс. А что тут нажимать? Не, ну, пристально можно разобраться. Там много окон можно посокрыть. Чуть, я нихера не понимаю, что тут происходит, блин. Но так или иначе, именно вот так с пацанами мы стали группой и погрузились в мир музла со всем рвением. Знаете, словно в фильме «Изгод Пилигрим против всех», где ребята репали дом, отусили и занимались жизнепрожигательством. Мы сакс-бобомбы! Да, да, типа того. Я этот фильм, кстати, смотрел раз в миллиард. И нифигово так удивился, когда узнал, что это экранизация целой линейки комиксов Брайана Лео Мэн. Я буду глянуть фильм. Кстати говоря, комикс-то выгодно отличается от кино. Здесь в разы больше шуток и сюжетных поворотов. По уши, влюбленная в главного героя школьница, ниндзя, доставщица Рамона и ее семь злых бывших. Плюс щепотка видеоигр, и получаем какой-то безбашенный коктейль из захвата Прикольно. Алло, угомонитесь. Прикольно. Надо бы сейчас фильм посмотреть. Ну, за совет мы с этим. Спасибо, да. Нет. Я считаю, у нас должно быть дебильное название какое-нибудь. Но сказано, сделано, и нашу великолепную группу мы назвали Дельскраб для мозга плюс матрос. Серьезно, это было название, которое нас, типа, устраивало, что? А вот за основу обошли мы взяли детский рисунок Невероятно. Что это такое? Ты просто неправильно держишь, переверни. А, а, сорян, вот так вот, что ли? И что это такое? Я спорцал это, блин, не видел, что ли? Нифига, слеп, что ли? Да, но тут акулы нарисованы, ё-ва-пау. Я хз вообще, кто ее нарисовал? Это Юран, наверное, калякал потом, подумал, что это море или типа того, а это спортзал на самом деле. Ничего я не калякал, твари вообще. Слушай, если это спортзал, да, то у тебя вот этот спортсмен, он в стене, что ли, получается, Ну, видимо, так, я не знаю, отстань. О, вот это вообще зашибись, смотри, вот этот вот. Это что, олень с человеческим лицом? Чего вы ржете-то? Я вам кто? Художник по оленям лицам, что ли? Ну, как смог, так нарисовал мне-то, сколько было-то. Короче, круто, круто. Все, давайте из этого мы и сделаем обложку. Прекрасно. Альбом спортсмен в стене мы его назовем. На точно. Если вы считаете, что я вам рассказываю какой-то бред, прошу, наша обложка альбома. Спортсмен в стене, гель-краб для мозга, плюс матрос. Заговоры, принц синтетика, точка необратности шамана. Капля мозга плюс матрос, спортсмен в стене. Да. Как и короче, короче, у нас все уже было готово, кроме самих, собственно, песен. Кое-как разобравшись в том, как все это работает, и как все это добро, в принципе, подключить к компу, мы приступили к записи. Так как жанром нашей группы мы не определялись, все третие отличались кардинально. Но это была просто электроника, которую Юра писал в одного, то это была около панкуха про девушку легкого поведения, то вдруг кавер на гражданскую оборону, то вообще хрен пойми что. И когда мы закончили все треки, мы поняли, что сделали какое-то говно. больше ненависть и любовь. Так, все, хватит. И вот на этом наша музыкальная деятельность окончилась окончательно. Обидно. Для нас Юрый, потому что Володя то с тех пор вырос и реально стал рок-музыкантом. Вот он. Них*** ты, баклажан! Хорош! А теперь, что касается этих треков, короче, если под этим видосом мы себе 120 тысяч лайков, я выложу у себя в паблике, не-не-не, давайте, давайте, давайте 150 тысяч лайков, потому что я не очень, горю, желанием этого делать. Бля, я хочу это услышать. Всем удачи, ищите себя в творчестве, всех обнял, пока. Это круто, на самом деле, это забавно, что он вспоминает об этом с шутками. А это мой мармажный блокнот, ка... Блин, очень круто, ребята, ссылка на оригинал в описании, приходите, подписывайтесь на мармажа, ставьте ему лайкосики, писосики. Также, если мне нравится моя реакция, можете тоже поставить лайкос и будьте молодцами. Блин, это прикольно, каждый чем-то занимался, я тоже вот рэп-трик писал, на самом деле, многие об этом знают, многие об этом и не знают, короче, у меня многие на канале думают, что только реакцию умеют делать, не знаю, может, я и рэп-треки не умею делать, ну, короче, я хочу как-то заняться альбому своим, но, знаете что, найти бы на это время и желание, вот, желание, даже, понимаете, не вы хотели время, блин, нет, реально, надо найти вдохновение, желание и время, вот это все в треем, чтобы вместе сложилось, тогда отлично бы пошло, а так, блин, так сложно себя заставить, то есть, делать, вы не представляете, очень сложно, хотели бы вы увидеть, услышать от меня альбом, который никак не касается ютуба, вот, понимаете, просто, что, это чисто было бы мой душевный крик, хотя, наверное, выпустил бы я, все равно под своим никнеймом, но, просто чисто, больше для себя, чем, для, понтовши, я могу, блин, что делать, ладно, ссылка на рекламу в описании, приходите, подписывайтесь на Мармажа, ставьте тоже мне лайки, ему лайки, и всем удачки, значит, у меня есть еще промокод, всем удачки, пока, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по- Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok